Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. И сегодня мы с вами обсуждаем тему, которая связана с современностью, которая связана с тем, как не стоит технологии на месте. И как они, собственно, эти самые технологии, меняют вроде бы стандартные подходы в бизнесе, вроде бы сложившиеся уже, устоявшиеся методы ведения этого бизнеса. Итак, новые форматы работы такси сегодня мы обсудим. И как, собственно, технологии влияют на этот бизнес. Я представляю сегодняшнего гостя. Это Тигран Худовердян, руководитель направления программных продуктов Яндекса. Добрый вечер, Тигран. Добрый вечер. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, я напомню для вас, у вас есть возможность присоединиться к нашей беседе, позвонив по телефону в студии. Телефон 651099,6, код Москвы 495. Еще раз, 651099,6. Либо свой вопрос можете задать на сайте finam.fm. Итак, давайте начнем разговор. Новые форматы работы такси. Ну, собственно, даже не об этом, наверное, будет мой первый вопрос. Тигран представляет собой известный интернет, как правильно сказать, портал, да, или так, поисковик. Ну, понятно, что речь, прежде всего, о неком информационном бизнесе идет, да. И вот вдруг, ну, по крайней мере, некоторое время назад я вдруг узнаю, что Яндекс в числе услуг, которые оказывал до этого, в числе множества услуг, да, еще предоставляют услуги по поиску, да, правильно так будет сказать, по поиску такси. Ну, или точнее, как это, расскажи. Поиск такси, да, можно так назвать. Ну, как это получилось, что получилось с самого начала. Мне кажется, что, наверное, все сервисы Яндекса, это такой, каждый сервис Яндекс, это эксперимент. Вот, каждый новый сервис, мы пробуем, если получается, то хорошо, нет, нет. Ну, хорошо, эксперимент, он на чем-то должен быть основан. Вот вы сидите, сидите, думаете, дай-ка еще где-нибудь поэкспериментируем, нет? Или все же некая, там, я не знаю, оценка ситуации, вот, смотрите, такси, да, есть вот эта проблема, о которой он мне за эфиром рассказывал, сейчас мы об этой поговорим. Вот, может быть, ее есть смысл улучшить и отсюда. Ну, конечно, в первую очередь отталкиваемся от тех проблем, которые видим вокруг себя. И если оказывается, что каким-нибудь чудесным образом эту проблему можно решить с помощью интернет-технологии, то чудо, мы стараемся, ну, начинаем экспериментировать, пробуем, если оказывается, что это как-то, как-то можем помочь этому бизнесу или этой сфере жизни, то тогда связываемся вот... Или, может быть, если, может, так вопрос поставить, мы можем заняться и этим бизнесом с точки зрения информационных технологий. Вот как, в частности, выглядит услуга, о которой идет речь? Услуга выглядит очень просто. Есть приложение Яндекс.Такси, есть сайт Яндекс.Такси, и можно буквально нажатием одной кнопки вызвать машину. Причем сделать это не только в компьютере, ты мне показывал, да, это можно и в телефоне... Я скажу так, на самом деле, сервис Яндекс.Такси в первую очередь появился на телефоне, и только через, практически только через полгода появился сайт, и, конечно, люди в основном заказывают именно с телефона, потому что они заказывают из баров, из ресторанов, из комитета. Ну, поэтому он и появился, прежде всего, в телефоне, да? Да, и это очень удобно, потому что не надо звонить, особенно если ты находишься в баре-ресторане, это шумно. Но произошел еще другой качественный скачок. Из-за того, как построен тот способ, который мы использовали для построения этого сервиса, позволил нам произвести качественный скачок. В Москве сейчас можно заказать такси, которое приедет ровно через 10 минут. Вот я вчера был в Санкт-Петербурге, утром вышел из гостиницы. Не из гостиницы, а на ресепшене гостиницы, прошу, можно у меня такси? Говорит, вы знаете, только приедет через 40 минут. Вот, к сожалению, пока же в Санкт-Петербурге нет такого сервиса, и там невозможно, в действительности, невозможно заказать. То есть речь идет о том, что я заказываю такси в конкретной компании, а компания обрадает определенным ресурсом, ну, автомобилей, да, и эти автомобили могут быть разороточены по всему городу Санкт-Петербурга. В России нету ни в каком практически городе монополиста такси, и фактически это привело к тому, что очень много таксокомпаний. В Москве, если считать все маленькие, их несколько сотен, крупных где-то там 20-25, и фактически каждый звонок вы делаете в компанию очень-очень маленькую. То есть в Москве есть только одна компания, это новое жилое такси, которое может, ну, старается справиться, да, но фактически там, если вы звоните случайно в компанию, то вы попадаете в ситуацию, когда минимум 40 минут. Потому что малое количество автомобилей, они где-то далеко от тебя. Здесь мы собираем все автомобили в единую базу, и я могу сейчас перевести пример. Вот, значит, самый крупный таксопарк в Москве на линии имеет, ну, это оценки, это не точные цифры, на оценке имеет где-то тысячу машин. Это тот самый желтый такси. Да. Значит, следующий парк имеет, по размеру, имеет где-то на линии, ну, 300 машин. Еще стоит еще 200, а все остальное ниже 100. От 80 до 100, ну, порядки такие. На линии у нас минимальное количество машин 3000, а в часы пик достигает 5000 машин. Ну, причем надо отметить, что эти машины не ваши, да, то есть вы же не занимаетесь бизнесом таксомотором, как таковым. Это таксопарки, которые проходят некую формальную проверку, ну, они должны быть более-менее нормальные, то есть мы не понимаем. Ну да, то есть вы должны репутацию свою держать, да, вы предлагаете? Ну, там есть требования к парку машин, не старше. Да, не старше скольки-то лет и тому подобное. Ну, понимаете, да, разрыв какой? То есть где-то там, ну, в среднем у нас 4000 машин, сейчас на линии. Где-то 4000 машин, где, ну, фактически там 300, 500, 100 или даже 1000. Не сопоставим, конечно. Извините, прерву тебя, у нас есть звонок уже в начале программы. Не держать, чтобы слушатели мы ответим на его вопрос. Иван, добрый вечер, вы в эфире, говорите. Добрый вечер. Я просто хотел немного прокомментировать про Яндекс, поскольку меня очень интересует компания. Дело в том, что сервис, который они предлагают, это действительно, ну, как бы, наверное, очевидное решение, очевидный шаг, который они могли принять, учитывая разрозненность такой групп такси. И я думаю, что, конечно, следующий этап, у которых Яндекс такая очень крупная и хорошая компания, архитектурно исследовав процесс заказа такси, сможет, там, не знаю, сделать там его социальный, с рейтингами, там, с водителями и прочим. Но основная именно задача, именно влияние новых технологий в том, что ускоряется процесс передачи информации о, там, заказе потребителя, ну, к исполнителю. И Яндекс, обладая, наверное, самой большой сетью передачи информации, ну, как бы, здесь именно технология, а именно социальная составляющая, имеет большие перспективы в плане того, чтобы улучшать именно это архитектурно. И, конечно, такси, вот, я не знаю, почему, они будут ли они поднижать планки для вот этих таксомоторных парков? Вот эту человеческую работу уже технологически не решить, на мой взгляд, только, ну... А что вы имеете в виду, поднижать планку? То есть, приглашать все больше и большее количество таксомоторных? Да, 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 приглашать таксопарки из 10, из 15, из 20 машин. Вот так они будут, они это делать? Можно я прямо отвечу? Во-первых, мы приглашаем такие таксопарки тоже. Дело в том, что по технологическим причинам мы, вот если у вас маленький таксопарк, то такие таксопарки работают с нами через специальных партнеров. Дело в том, что процесс подключения, технологический процесс подключения, имеется в виду не подписание договора, это очень просто, а процесс подключения достаточно сложный и требует специалистов, программистов, которые подключат вашу систему приема заказов к сервису. Поэтому маленькие таксопарки работают через, как бы, специальных агрегаторов. И, конечно, можно иметь хоть пять машин, все равно можно подключиться. Что изменилось за это время, если говорить про бизнес таксопарков, из-за того, что создался достаточно большой, возник большой канал заказов, многие таксопарки начали переходить на GPS. То есть, если раньше они принимали заказы даже по рации, то они начали оснащать свои машины нормальными системами, отслеживания заказов, инвестиционными, чтобы диспетчер видел. Чтобы подключиться к Яндекс.Такси. То есть, это стимулировало рынок стать более информационно-технологически развитым. Развитым и централизованным. Кстати, Ваня, вы с нами еще, да? Вот мне показалось, вы... Алло, Иван. Да. Мне показалась ваша рекомендация в адрес Тиграна, в адрес развития Яндекса, связанная с тем, что Яндекс заниматься будет, шагая вперед, не только информацией, объединением информации, централизацией информации, а Яндекс еще и приобретет определенное количество автомобилей и будет сам заниматься этим бизнесом. Я правильно вас понимаю? Нет, 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 ни в коем случае. Максимум, что Яндекс может здесь делать, как я вижу, это заключить договор с каким-то технологическим партнером о предоставлении универсированного оборудования для установки такси или обеспечить процедуру сертификации для таких производителей, которые будут там определенный функционал реализовывать. И все, у Яндекса в этом плане идеальная позиция с точки зрения, они берут кусок работы, делают ее, и на этом они лучшие. Все остальное, такси, это там другие люди, другие там водители и так далее. Я понял. Так что все, спасибо. Спасибо, Иван, спасибо. Ну вот такое мнение, согласен, да? Я не до конца, честно говоря, понял, что предлагается, но речь идет про то, что есть очень много программных обеспечений разных для управления таксопарками, и мы с ними сотрудничаем, то есть, ну, они сильно разнятся друг от друга. Я так понимаю, мысль Ивана такая, что вы централизованы этим, вы, скажем так, стараемся, насколько это вообще возможно, никак не влиять на бизнес самого таксопарка, то есть, таксопарк... Я понял. Хорошо, мы прервем сейчас, послушаем новости, потом продолжим разговор. Итак, мы продолжаем наш эфир. Уважаемые слушатели на Финам.ФМ бизнес-класс, меня зовут Олег Дмитриев. Разговариваем сегодня о том, как же технологии, высокие технологии, меняют современные подходы к бизнесу, классическому бизнесу, да, стандартные подходы. И в качестве этого примера, в качестве бизнеса, мы сегодня рассматриваем бизнес таксомоторный. Я с удовольствием представлю еще одного сегодняшнего гостя, точнее, очаровательную гостью. К нам присоединился Екатерина Васильева, директор по маркетингу GetTaxi. Добрый вечер, Катя. Добрый вечер. Ну и напомню, в студии Тигран Худовердян, руководитель направления программных продуктов Яндекса. Ну что ж, мы продолжаем наш разговор. Уважаемые слушатели, еще раз напомню, 651099,6. Это телефон в студии, телефон прямого эфира. И, соответственно, у нас есть возможность также пообщаться с вами путем интернет-технологии. А точнее, вы открываете сайт finam.fm и задаете свой вопрос там. Продолжаем разговор. Катя, ну, теперь, собственно, вопрос к тебе. GetTaxi. Чем он выделяется из вот этого достаточно, да, большого набора таксомоторных парков? Мы вот с Тигран как раз это обсуждали. Чем он выделяется? Ну, опять, с точки зрения высоких технологий, наверное. Ну, с точки зрения технологий, GetTaxi все-таки преследует своей целью сделать несколько операционную историю. И здесь мы отслеживаем в основном качество того сервиса, который предоставляем. То есть, смотря на то, что бизнес является операторским, и мы также собираем вокруг себя парки и частных водителей, мы очень тщательно отслеживаем, что это за водители, что это за таксопарки, и предъявляем жесткие требования именно к тому оснащению, которое есть у машин, к самим машинам и к самим водителям. Что касается самого приложения, то здесь, наверное, стоит отметить то, что в режиме реального времени человек может посмотреть, как машина к нему едет, какая ближайшая машина найдена, как это вообще все происходит, увидеть фотографию водителя, увидеть его рейтинг. Как после поездки оценить рейтинг водителя. И, соответственно, вся эта история у нас также масштабируется на социальной сети, то есть можно расшаривать какие-то вещи. Но в этом смысле... Что еще раз можно... А можно расшаривать. Расшаривать и делиться. Да, делиться. Класс, класс. Впечатление. Я уже представляю вот эту вот историю. Абсолютно такие, да, уже сказочные варианты, когда ты сидишь, смотришь, вот едет твоя машинка, ты ее пальчиком так подвинул, чтобы она побыстрее ехала. Ну, мальчик пальчиком твоего ее вряд ли подвинете. Ну, во всяком случае, в любой момент времени точно приставить ваш автомобиль, сколько осталось до подачи. Это реально, да. То есть, другими словами, смотри, get taxi, как ты его называешь, да, это тоже некая информационная история. У вас нет своего таксопарка, у вас нет своего количества автомобилей, водителей и так далее. Да, да, это полностью решение операционное. Да, это операторский бизнес. Соответственно, мы подключаем таксопарки, подключаем водителей. При этом мы не запрещаем работу с другими таксопарками, с другими сервисами. Мы просто как дополнительная возможность водителей заработаем. Ну, вот замечательно. В этом бизнесе называется диспетчерская. Диспетчерская. В этом случае вот Яндекс тоже это действует? Не совсем. Нет, диспетчерская – это компания, которая не имеет, собственно, парк автомобилей, но управляет автомобилями, водители сами владеют своими автомобилями, А диспетчерская управляет ими Или таксопарки владеют автомобилями Но почему мы не называемся диспетчерской Потому что диспетчерская предполагает наличие труда операторов У нас операторский труд сводится к минимуму То есть все можно посмотреть в приложении Заказать через приложение Для нас идеальная ситуация, когда в колл-центр никто не звонит Значит все хорошо Потому что звонят обычно с жалобами Нет, звонят иногда спрашивают Как установить Как это работает, куда нажать Такое вот бывает Хорошо, вот сразу же С Катиной подачи Сидите рядом И практически занимаясь одним и тем же Яндекс такси Гет такси Вы конкурируете или нет? Или все-таки есть возможность объединяться? Вот Катя говорит Мы работаем с таксопарками или с таксистами Они могут работать и с другими Диспетчерами я не буду тебя называть Ну нет, да Я отвечу Два ответа на этот вопрос Один такой немножко смешной Я уже один раз приглашал в компанию Гет такси, чтобы она стала одним из партнеров Сервиса Яндекс такси То есть непосредственно уже бизнес-предложение было? Да Давайте объединяться Это вопрос не объединения у Яндекса Договора с более чем 25 таксопарками крупными И Гет такси может быть одним из этих крупных таксопарков Гет такси не таксопарт Ну диспетчерская Это диспетчерская У нас на самом деле есть похожая диспетчерская Где вместо приложения можно позвонить Здесь то же самое Вместо звонка люди делают заказ через приложение Я бы сказала, что есть принципиальное на самом деле отличие В чем мы не конкурируем В том, что мы именно представляем сервис Мы именно боремся за сервис То есть у нас, например, все таксопарки, все водители Проходят рейтинги Проходит жесткий отбор Мы увольняем сразу людей, которые не подходят под наши требования У нас есть там ежеквартальные премирования водителей То есть мы каждый квартал определяем лучших водителей Мы определяем лучших водителей по итогам года И у нас, в отличие от Яндекса, нет возможности выбирать класс машины Выбирать стоимость машины Или выбирать таксопар, на котором ты хочешь в данный момент поехать Почему нет такой возможности? Потому что мы, это стандартный сервис Мы стандартно предоставляем условия Они все одинаковые, условно говоря, да? Условно говоря, да, для нас они все одинаковые Мы выбираем ближайшую машину и присылаем ближайшую машину к тебе Это, с одной стороны, исключает возможность выбора С другой стороны, мы не про шарщики, мы про ехать И мы про то, чтобы максимально быстро прислать тебе машину То есть человек, который скажет Я хочу машину бизнес-класса А вы мне тут Рено какой-нибудь предлагаете А мы не про бизнес-класс Это не к нам К нам человек, который хочет максимально быстро и комфортно Добраться из пункта A к пункте B Чтобы не создалась иллюзия, что мы не боремся за сервис Конечно, мы тоже боремся за сервис Более того, у нас собираются рейтинги Всех водителей, всех таксопарков И у нас автоматически отключаются персональные водители Даже если таксопарк хороший о котором плохие отзывы, и таксопарки это видят, и для них это инструмент для того, чтобы там людей увольнять или не увольнять. Это, во-первых. Во-вторых, тут есть все-таки такое фундаментальное отличие. Мы, когда создавали сервис, видели ключевую проблему не в том, что в Москве негде заказать хорошую, качественную машину. Есть очень много примеров таксопарков, где очень высокое обслуживание, приезжают люди в галстуках, все хорошо. Проблема была именно в том, что ты эту машину ждешь час. И, к сожалению, ну это мое личное мнение, что единственный способ сейчас в Москве решить эту проблему – это агрегация. Это сбор всех таксопарков в единую базу данных. Чем вы и пытаетесь заниматься. Да, то есть можно построить, действительно, это хорошая задача. Если вы в этом месте конкурируете, там, командир, такси есть, престиж, есть много хороших таксопарков, где люди просто в костюмах приезжают к вам на абсолютно чистых машинах, хорошо пахнуть. Но это другая история совершенно. То есть, конечно, едешь ты с большим комфортом, Ну, в этом случае ты готов подождать, правильно? Да, но для меня, например, это, к сожалению, то есть я не могу таким сервисом пользоваться, мне нужно… Мне нужна, да, оперативность, оперативность. Ну, хорошо, вернемся к проблеме конкуренции. Смотрите, я, опять-таки, может быть, не совсем профессиональный, уж простите меня, если мы говорим об интернет каких-то решениях, высоких технологий, вот есть сервис Яндекс.Такси, вот есть сервис Гет.Такси. Они, ну, технологически вряд ли, но я имею там каким-то образом визуально даже, да, визуально, кнопочками и прочим вещами, они же отличаются друг от друга. То есть невозможно… Если мы объединяем… Вы объединяете, точнее, да, ваши услуги, то нужно некую надплатформу тогда создавать, которая… Нет, не совсем я прав. Нет, отличаемся в действительности, и вот, чем правильно мы заметили, что есть отличие в том, что из-за агрегаций таксопарков есть разные тарифы, к сожалению, эту проблему пока что сложно решить. А проблема какая? Именно разницы тарифов. Желательно было, чтобы было какой-то, да? Единый тариф. Единый тарифный, да. Ну, у нас как раз по единому тарифу все ездят. К сожалению… То есть у нас все, кто подключается, ездят по одному тарифу. Да, к сожалению, у нас антименопольная законодательство запрещает таксопаркам собраться и принять единый тариф. И вот здесь такой парадокс. Парадокс. С одной стороны, очевидно, что людям хочется иметь единый тариф и предсказуемо цену поездки, а с другой стороны, это будет сговор. И они пока что не могут… Это просто, да, больше, чем парадокс. Но я надеюсь, что это все исправится со временем. Ну, дай бог. Кстати, ты вспоминал, да, вот советские времена, ну, наверное, советские времена, когда была единая служба такси, был единый счетчик, и все считалось одинаково. Сто метров, по-моему, стоило две копееки. Ну, я не помню точно, но, тем не менее, вот он, это же не противоречило. Если мы вспоминаем, конечно, советские времена, то нужно отметить, что и качество сервиса в советское время было достаточно выше намного, чем сейчас. Да, да. То есть мы не говорим, конечно, о классе. Да, профессия молодые были красивые. Это была очень, да, да, это была профессия достаточно престижная. Согласен, согласен. Черный крадеж. И, в принципе, мы сейчас ставим, как одно из целей Геттакси, поднять именно престиж профессии. То есть мы обучаем водителям, мы даем им возможность получить какие-то новые знания, получать международный опыт. Подожди, обучаете, чего, вождению обучаете водителя? Нет, конечно. Нет, конечно. Сервису. Французскому языку. Оказание сервиса. А что должен, смотри, мы говорим о высоком сервисе, да, услуги таксоматуры. Он должен открыть дверь перед девушкой, да, помочь сесть. Только перед девушкой? Я включаю. Можно перед мужчиной, все зависит от того, кто... Нет, ну перед клиентом мы говорили, перед клиентом. Это нормально, да. Да, да. Просто у нас недавно принялся еще такой внутренний документ о том, что водитель обязан всегда в целях безопасности смотреть, если особенно он подвозит поздно, чтобы клиент, выходя из машины, доходил до нужного места и закрывал с собой дверь. Только после этого он может езжать. До подъезда хотя бы, да? Да, да. Это логично. Это, я считаю, очень правильно. Но с другой стороны, смотри, в этом случае водитель принимает новые качества, да? Вы что его будете вооружать или давать ему там дубинку или набирать крепких молодых людей. Хотя бы сообщить, может быть, что-то. Зачем, да? То есть он будет смотреть в зеркало заднего вида и говорить, о, не дошла там, или не дошел, да, ему... И он сразу еще звонит. Ну, у водителя есть возможность оперативно связаться с диспетчером. Это очень большой вопрос. А тут может уже принять меры, если... Ну, на самом деле, я хотел бы тут встать... Ну, мне кажется, у обоих наших сервисов есть это преимущество. Это новое совершенно свойство. То, что можно видеть, как машина к тебе едет. И еще вот очень важная вещь. Если вы заказываете машину своим родственникам, детям, маме, то вы можете проследить, как эта машина доехала или нет. Это очень-очень удобно. Ну, и не просто доехала. Нас можно посмотреть сразу и фотографию водителя. Что это за человек? И связаться с ним прямо из приложения. Раньше этого не было, и это совершенно новая услуга, фактически. Ты видишь, как тебе машина едет, и часто бывает, машина заплутала, ты можешь позвонить, сказать, там... Вы не туда повернули, здесь кирпич, не надо сюда, да? Ну, это нормально, да. Возвращаясь вот как раз к сервису и к тому, как мы обучаем водителей. То есть, соответственно, мы обучаем их не только тому, как оказывать хороший сервис, но и какие там слова говорят, что обязательно нужно там поздороваться, обязательно там улыбнуться, подвинуть сиденье, если некомфортно, там спросить кондиционерам, хотят воспользоваться ли окно открыть, если это лето, или, например, спросить, какую радиостанцию предпочитают слушать. То есть, вот такие вещи, они, ну, не требуют никаких дополнительных навыков, но, тем не менее, знание и применение дают возможность почувствовать человеку себя комфортно в машине. Да, да, согласен, согласен. Ну, в этом случае можно, наверное, упомянуть о том, что некая такая объединяющая проблема, да, вот сфера услуг в Российской Федерации, как минимум, она страдает еще и потому, что те люди, которые оказывают первичную услугу, они не всегда коммуникабельны, правильно? Вот, абсолютно я согласен с Катей. Ну, что, сложно разве улыбнуться и поздороваться? Нет, сидит Бука какой-то, там, что-то буркнул, сразу отзвонил, все, как же я в аэропорт ехал, и вот последний раз коммунировку. Забрал, клиента забрал, что-то такое, клиента забрал. И у меня же какой-то напряг, что он имел в виду под этим, что он клиент, или клиент сделан, что-то такое. Да, это так, это так. Ну, и на самом деле, смотри, если мы все-таки говорим о том, что с этой точки зрения есть смысл подтягивать, да, уровень водителей. Конечно, тебе больше прекрасный западный опыт, прекрасный лондонский опыт, где там водитель пять лет обучается, затем сдает экзамен, проходит аттестацию. Это чтобы сесть, вот этот традиционный лондонский... Лондонский черный кэп, да, да. Там есть тест на знание города и тест на знание улиц всех. То есть, и это, на самом деле, очень важно. Вы будете смеяться. Сейчас рассказываю... А, нет, осталось немного времени. Ну ладно, я начну рассказывать, а потом посмеемся уже после новостей. Я недавно возвращаюсь домой, и передо мной желтое такси. И оно едет посредине дороги, не давая возможности ни в левом, ни в правом ряду. И периодически притормаживает, притормаживает. Я, честно говоря, ехал домой уже такой уставший. Ну, сейчас новости, а потом интересная история. Ну что ж, продолжаем наш эфир на Финам.фм.бизнес-класс. Я, Олег Дмитриев, продолжаем разговор о том, как технологии меняют бизнес. Бизнес-такси сегодня мы обсуждаем. В студии сегодня Екатерина Васильева, директор по маркетингу GetTaxi. И Тигран Худовердян, руководитель направления программных продуктов Яндекса. Ну, я закончу эту веселую историю. В общем, не буду я рассказывать подробности, как все происходило. В общем, конечно, меня не очень радовал человек, который никак не давал мне проехать просто-напросто. Он все время тормозил и стоял посреди дороги. Ну, и некоторое время спустя я выяснил, что, оказывается, за рулем этого желтого такси сидит человек, ну, мало того, что не умеющий разговаривать по-русски. Он сказал мне железную фразу. Я дом ищу. Я ищу дом. Вот как вы-то... Ну, повезло, интересного человека встретили. Ну, да. Хорошо, ладно. Давайте вернемся. К нашему разговору и, наверное, ответим на вопрос. По крайней мере, вот есть у нас... Есть у нас собеседники. Итак, Александр пишет. Добрый день. Хотелось бы узнать, какие обороты по таксопарку должны быть в городе, чтобы заинтересовать компанией Яндекс.Такси и Гет.Такси и рассматривать для компании возможности партнерства. Ну, еще раз я... Как я понял этот вопрос, собственно, Александр наверняка каким-то образом в этом бизнесе. Вот. И, соответственно, хотел бы к вам присоединиться, Катя. Ну, что касается Гет.Такси, то здесь обороты значения не имеют. Имеет значение класс автомобиля. Требования к машинам. Это должна быть иномарка не старше 4-х лет. Я напомню, вы рассматриваете и частных, да? И частных таксистов. И частных таксистов с лицензиями, соответственно. И таксопарки. И, пожалуйста, ради бога, обращайтесь. Мы будем только рады. Да, да. Требованиями такие должны быть абсолютно такие же требования. Плюс еще все-таки компания должна быть либо диспетчерской, либо таксопарком. То есть уже обладает соответствующим программным обеспечением по управлению этим таксопарком. И на всех машинах должны быть устройства по передаче GPS-координат для того, чтобы Яндекс бы знал, где находятся машины и понимал бы, кому отдавать заказы, кому нет. Я хочу сказать, что у нас есть много примеров после того, сервис достаточно вырос за последний год. И сейчас настолько большой, что есть компании маленькие, которые создаются только под сервис Яндекс.Такси. Я просто часто езжу от дома до работы на такси и много раз сам встречал людей, которые создали 5-6 таксистов или 10-20 собираются и принимают только заказы. В этом случае, смотрите, если классический вариант этого бизнеса, мне для того, чтобы все это дело затеять, мне нужен некий таксопарк, неважно какое количество. Либо таксопарк, либо свой автомобиль. В случае гид такси, вам больше ничего. Подожди, я сейчас говорю не конкретно о вас, а о тех, кто этим бизнесом пытается заниматься. То есть у меня есть автомобиль, либо несколько, и у меня есть некая информационная, ну не система, как правильно сказать, диспетчерская. У меня есть диспетчерская, у меня есть человек, который может обрабатывать поступающие звонки. В нашем случае не обязательно. Вот, а почему, Тигран, собственно, о чем называется? Некоторые компании создаются сразу под Яндекс. То есть в этом случае вот эта необходимость информационная, диспетчерская создавать. Сама диспетчерская не нужна, но нужно программное обеспечение, которое отправляет координаты таксиста. Ну GPS, да, если уж так. Ну, то есть там нужен минимальный пакет, скажем так, в котором нужно приобрести технический пакет. Совершенно минимальный. То есть более того, в этих таксопарках, конечно, нет никаких ни операторов, ни на телефоне, ничего. И более того, там еще интересный такой эффект, я думаю, что у гид такси такая же ситуация, из-за того, что в основном 90% заказов приходят с телефона, и это совершенно другой класс клиентов. Это люди отказов в разы меньше, чем когда люди звонят с телефона, и таксисты... Телефона какого-то? С стационарного? Да-да-да. Ну, то есть есть заказы, которые просто приходят по телефону, звонят, прошу вызвать такси, а есть, которые заказывают с айфонов, с андроидов. И это другой класс клиентов, там абсолютно другая статистика по отказам, по хамству, по пьянам. Забавно, забавно. И таксисты любят эти заказы, интернет-заказы, потому что там специально аудитория их заказывает, они говорят, ну... Забавно, смотри, исходя из того, что ты рассказал, мне очень заинтересовало, мы можем, ну, даже, я бы так сказал, культурный уровень, да, определить по тому гаджету, с которого поступил заказ. Ну, скажем так, таксисты, вот у них прям высвечивают, что этот заказ пришел там с мобильного телефона, или это обычный заказ, который ему пересылают по звонку от своей операторской службы, и до них они предпочитают больше... У нас несколько другая система, поскольку мы сами раздаем водителям драйвербокса, по которым они видят, что это за клиент, они видят его номер телефона, они могут, ну, в любой момент с ним связаться. Послушать его голос, да, интонации. Конечно, они видят, как его зовут, то есть, что это за человек, где он находится в данный момент на карте. Каждому клиенту перезванивать, это же нехорошо. Там есть проблема отказов, там, на самом деле, к сожалению, люди не выходят, ну, то есть, отменяют заказ, пока человек к нему едет, он передумал. И если в среднем в бизнесе этот процент отказов 5-7%, 5-8%, то у нас это 3%. Понятно. А вот, кстати, это риск уже непосредственно бизнеса, вот что такое отказ, да? Понятно, вызвали, передумали. Хорошо, если об этом сообщили, а могли об этом не сообщить, просто не выйти, просто не снимать больше трубку. Если передумали быстро, то мы человека никак не наказываем. Ну, наказываем, это, конечно, кавычка. Если человек передумал, когда уже к нему едет, то мы на какое-то время ему запрещаем делать заказы. Если он повторяет эти действия несколько раз, то мы заносим в черный список, да. То есть, никаких других, да, в данном случае воздействий... Нам такого не приходилось делать. У нас, к счастью, пока нет черных списков. Это, слава богу, да, ну, вот, в принципе, да, вот он риск. Мы еще просто очень широко используем сообщения, то есть, когда водитель подъезжает, автоматически у клиента появляется сообщение, что водитель подъехал. Он может нажать, что сейчас выйдет, ну, либо не нажать. Очевидно, это, на самом деле, конечно, борьба с баловством, с хулиганством. И, конечно, эти 3% это люди, либо, которые хулиганят, либо, ну, там, сидишь в баре, отдыхаешь, нажал, да ладно, не выйдет. Да, 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 ну, тем более в баре-то там сразу ситуация может измениться очень легко. Это, конечно, никакими сообщениями, к сожалению. Я еще, сегодня вечер воспоминаний у меня, еще один пример из собственной жизни, недавний, собственно, Новый год. Мы собираемся там отмечать, ехать куда-то, я из дома, там, должен к друзьям подъехать. И заказываю такси. Причем я делаю это, Катя, внимание, я звоню в 2 часа дня, заказываю такси на половину десятого. Ну, реально же, да, подогнать, вовремя поставить к подъезду, и чтобы у меня не было проблем, чтобы мы не опоздали на празднование. Что вы хотите? Половина десятого, нет такси. Десять, нет такси. Начало одиннадцатого. Я звоню вот в эту же самую диспетчерскую службу, но там, как вы можете предположить, длинные, короткие гудки. Ну, естественно, там, наверное, сейчас лом такой, что... Бывает такой, да. Совершенно. Ну, вот, поэтому, если заказываю через Яндекс.Такси, вы видите, машина едет к вам или нет. Теперь я знаю, к кому обращаться. Тогда-то я не знал. А Яндекс.Такси позволяет заказать на отложенный заказ сделать? Да, позволяет на отложенный заказ. Ну, и дальше, дальше, я рассказываю дальше. Смотрите, что происходит дальше. Я, естественно, нервничаю уже плохо в канун Нового года, я начинаю нервничать. Кому это надо? Мне нет точно. Я выхожу на улицу. Половина одиннадцатого вечера. Да, до Нового года полтора часа. Я выхожу на улицу и голосую. Катя, можешь предположить, сколько я стою? В конечном итоге останавливается машина. Ну, там, какую-то мы цифру не очень мне приятную, но тем не менее. И он меня, слава богу, дает. Я уже к друзьям приехал, мы уже выходим, чтобы ехать. Это прошло с половиной десятка, это было полтора часа прошло. И мне звонит товарищ, говорит, я подъехал. Прошло полтора часа. Вот кто виноват? Что делать, Тигран? Ну, в данном случае, конечно, виноват таксопарк. И мы, ну, во-первых, у вас есть возможность в приложении поставить нолик, ну, одну звездочку, и этот таксист, и этот таксопарк будет специально помечен. Эта информация попадет в таксопарк. На самом деле, все хорошие таксопарки разбираются, потом такие случаи перезванивают клиентам. Я, по поводу перед Новым годом, там был день один, когда были практически в Москве все корпоративы. Это была пятница, 21-й, не помню, какое число. И я помню, на следующий день по всей радиостанции, все газеты писали, что таксопарки в Москве не справились. Мы подняли свою статистику. И в действительности там невозможно было заказать такси. Ну, это истинно, конечно. Мы подняли свою статистику. У нас сейчас среднее время приезда машины 10 минут. У нас среднее время приезда увеличилось в этот день всего лишь до 19 минут, по-моему, что-то. И как бы у нас есть такое понятие, неуспешные заказы. То есть когда человек ищет, и никто не берет его заказ. И этот показатель у нас, я сейчас не помню точную цифру, например, если мы в 5% случаев не находим, он вырос до 15%. Это именно в этот день? Это в этот день, и это, то есть, на самом деле, был некий... Я думаю, что порс-мажор, конечно. Нет, но для нас, а в среднем по рынку это было 60-70% заказов просто не выполняли. Конечно, конечно. Нет, ну мы должны... Поэтому жизнь изменилась. За год очень сильно в Москве изменилась жизнь. Просто новый качественный уровень. Нет, я понимаю, что есть время. Это все равно, что сетовать сейчас на мобильных операторов, когда вы в 12 ночи не можете дозвониться до своего оператора. Примерно, как представьте, что есть, не было мобильных телефонов. Такое кардинальное изменение произошло на рынке на этом. Нет, просто я возвращаюсь к своей истории. Я за год, я предполагал, что в половине десятого мне не удастся, или в девять машину. Я в два часа. С погодом, все нормально. Ну и вот такая история. В таких случаях мы в GetTaxi на себя берем ответственность. То есть мы не перекладываем на таксопарк. То есть в этих случаях обычно либо оператор находит машину, либо звонит заранее и говорит, что вам нужно воспользоваться каким образом. Вам не на кого переложить ответственность. На Яндекс. Нет, ну в вашем случае вы ни на кого не сможете. У вас свои водители. Да, мы сами решаем эти вещи. Внимание, давайте. Иван снова что-то хочет сказать нам. Иван, еще раз добрый вечер, говорите. А я бы хотел уточнить у представителей компании GetTaxi. Вот вы говорите, что вы проводите обучение водителей. А вот такой вот момент, как обмен знаниями между водителями, потому что хоть Москва и, в общем-то, известный город, но зачастую есть проблемы с тем, как бы, проехать куда-то. И если водитель там нашел, он как-то оставляет след о том, что вот я нашел, и давайте, если с этого же адреса там будет, что такое заказ, то вот все остальные будут пользоваться. Ну то есть если там какой-то сложный проезд, да, об этом идет речь? Да, 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 именно. Ну это логично. Я, честно говоря, лично я мало в Москве знаю мест, которые не покрыты навигатором. Действительно, это промзоны какие-то, но там никак и не объяснишь. Нет, у нас есть возможность через оператора передать информацию всем водителям. Нет, я имею в виду, навигатор наверняка покрывает эту дорогу, но там произошли какие-то изменения. Ну, условно говоря, выкупали ямку, да, поставили кирпичик. На навигаторе этого не видно, а один проехал... Если в своей жизни содержать базу данных, такие знания, я думаю, что практически невозможно. Невозможно, да? Нет, ну, Иван, тем не менее, сетует за то, что вот водитель, да, взаимовыручка так называемая. Один приехал и сообщил, говорит, ребят, вон ездит. Да, он может сообщить на колл-центр и колл-центр предупредит. Ты сюда не ходи, да, ты сюда ходи, снег башка попадет. Если он видит, что какая-то следующая машина едет по тому же маршруту, и может столкнуться с той же проблемой, оператор может предупредить водителя. То есть это нормально, это нормально. Кстати, Иван, тем не менее, да, в преддверии этого вопроса он вспомнил о том, что вот Катя рассказывала об обучении водителя, в данном случае обучении хорошим манером, наверное, есть смысл об этом говорить. В том числе. В том числе, да. Так, у нас есть много вопросов, давайте я один из них озвучу, потому что осталось две минуты до следующих новостей. Виктор спрашивает, как ИП, то есть индивидуальному предпринимательству, начать работать с Яндексом, ну и, собственно, с GetTaxi, я думаю. Вам надо зайти на сайт такси Яндекс.ру, там есть специальный раздел для партнеров, и все там написано, куда звонить, куда писать. Все очень просто, да, Виктор, это для вас. Такси.яндекс.ру. Заходите на портал и получаете ответы. Ну, у нас аналогично, можно либо по телефону, либо через сайт обратиться, приехать в офис, заключить договор и, собственно, работать. Ну, то есть это не так сложно, да, я так понимаю? Хорошо, давайте тогда еще один вопрос, или, 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 или нет, еще все-таки вопрос. Александр спрашивает, как небольшой компанией начать работать с Яндексом в других, вот, вот, вот. Как начать работать в других, а есть вообще охваты в других городах? Да, мы начали запускать новые города, я сейчас, к сожалению, не припомню список точно, но в этом году мы планируем запустить много региональных городов, много российских городов. Если в этом городе уже работает Яндекс.Такси, то абсолютно по такой же схеме. А, кстати, вот если говорить о региональном представительстве, сейчас есть какие-то города уже? Сейчас открыты пять городов, я сейчас на память не вспомню, честно говоря. Ну, уже, уже как бы... У нас, на самом деле, много городов, и по мере того, как технологически они подключаются, партнеры, мы их запускаем, то есть это технологический процесс больше, чем. Партнеры уже все в основном найдены, которые можно работать. Но я хочу сказать, что в целом этот сервис больше, конечно, востребован в мегаполисах, где существует проблема с быстрой подачей. Ну да, потому что маленький город, там, наверное, этой проблемой не существует. А мне немножко проще. Кать, вы на регионы смотрите? Да, у нас аналогичная ситуация, ну, у нас в Питере открылось представительство, там успешно работают. Питер — это не совсем регион, да? Хотя понятно, что это... Как? Не совсем регион? Что вы обижаете Питер? Вполне себе большой регион. Нет, я к тому, что это не провинция, это вторая столица, считай. А мы говорим именно вот о малых городах, наверное, да, каких-то областных. Но областные и малые города, если только сателлиты, соответственно. Значит, сейчас еще раз новости на Финам.ФМ, и потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжаем наш разговор. Времени, к сожалению, не так много. Я напомню, мы говорим сегодня о том, как технологии меняют бизнес. Ну, я бы так-то подкорректировал, как технологии улучшают бизнес, да, Кать? Да. Новые форматы работы такси обсуждаемы сегодня. Сегодня и в студии Екатерина Васильевна, директор по маркетингу GetTaxi, и Тигран Худовердян, руководитель направления программных продуктов Яндекс. У нас еще есть много вопросов, но тем не менее, да, вот под нажимом Тиграна я хотел бы немножко от них сейчас отойти в сторону, потому что бизнес-класс, да, так напомнил мне Тигран, называется наша программа. Давайте поговорим немножко о бизнесе, а не об услугах. То есть о бизнесе с точки зрения тех, кто этот бизнес делает. Тигран. Ну, давайте, вопрос какой-нибудь. Вопрос такой, ну, насколько это рентабельно, как этот бизнес строится, в конце концов. Ты же сам знаешь. Яндекса строится бизнес следующим образом. Мы предоставляем партнерам нашим заказы, и в обмен партнера делится комиссией. Эта комиссия составляет 5-6% в зависимости, там есть разные скидки, но порядок примерно такой. Фактически, если говорить там про средний чек в Москве, то это там рублей 600, например, 500-600 рублей. За поездку, да? За поездку, да, фактически, там 5-6% получает 30-35 рублей, например, за каждый заказ берется. Весь бизнес в этом. Это, на самом деле, более-менее выгодно таксисту, и, в принципе, мое ощущение, что это одно из самых выгодных сейчас предложений на рынке, потому что привлечение заказов, есть разные сервисы, там, биржа заказов, покупка рекламы в поисковиках. Все это, к сожалению, обходится дороже. И, может, даже не так эффективно, да? Ну, заказ есть заказ, он пришел, но цена заказа получается больше, поэтому 30-35 рублей очень достаточно, так, более чем даже комфортно таксопаркам. Я вот хотел бы, значит, тебе задать следующий вопрос. Я заговорил о чеке, ну, о стандартной, так сказать, такси, что называется. А если, в буквальном смысле, о чеке говорить, каким образом идет расплата, да, официальная расплата? Есть ли, там, кассовый аппарат в каждом такси или что-то? Кассовый аппарат нет, более того, по-моему, этого не требует закон, достаточно квитанции. То есть, водитель выписывает квитанцию? Да, выписывает. Практически все таксопарки абсолютно прозрачно работают, эта сумма передается как в Яндекс, так переходит смс к клиенту. То есть, мы, в принципе, имеем достаточно хорошую статистику. Ну, понятно, то есть, в этом случае, да, никаких там леваков, как это называется, или каких-то серых схем тут сложно придумать. Ну, думаю, да, понятно. Ну, у нас все на экранах, все автоматизировано. У вас, да, все на экранах. У вас сразу высвечивается содержимое кошелька клиента, и, значит, передача денег, это все фиксируется, да, кинокамерами. Ну, практически так. Это здорово, это здорово. Значит, еще есть... Ну, наверное, бизнес такой же. Единственное, что могу сказать, что, поскольку Гетакси работают еще и с корпоративными клиентами, там, конечно, несколько по-другому строится бизнес. Там клиенты имеют свои преимущества, и здесь они уже могут и машину выбрать, и что-то еще. То есть, это совершенно отдельная история. А в плане потребительского бизнеса, в общем-то, да, построение абсолютно такое же, цифра похожа. Я понял. Вот, кстати, вдогонку, что называется, сразу Виктор задает вопрос. Партнеры, ну, в основном Яндексу он этот вопрос адресует. Партнеры Яндексу не очень любят, пишет Виктор, работать с индивидуальными предпринимателями. Кроме того, говорит он, возникают проблемы с отчетностью. Есть ли какие-то решения этого вопроса? Ну, во-первых, согласен ли Тигран с тем, что вот такая вот история с ИП, не очень любит Яндекс? Ну, вообще, история следующая. Конечно, как правильно, если человек индивидуальный предприниматель, что ему делать? Ему лучше прийти, вступить в какую-то небольшую диспетчерскую, которая уже, это самый простой, наверное, самый эффективный способ. Почему? Потому что, если он хочет там со своей одной машиной создать таксопарк, то стоимость этого подключения, на самом деле, будет в разы больше. Ему нужно создать, там, купить программу из печенья, которая умеет от его устройства посылать на специальный сервер. Этот сервер должен быть подключен прямую к Яндексу. И стоимость подключения уж точно, и, я думаю, обслуживания, в разы превосходит ту сумму, которую ему надо просто отчислять диспетчерской, которая, там, для уже сотни машин то же самое это делает. Я, вот, если говорить про бизнес, про эти вот 35 рублей. Да, проблемы с отчетностью, так назвал это Виктор. Проблемы с отчетностью. Я не знаю. Проблемы отчетности перед кем? Если перед налоговым... Не, я думаю, что отчетность именно генеральный предприниматель, да, и... Ну, видимо, сбор информации, да, отводителя к вам. Я, ну, скажем так, каких-то специальных дополнительных отчетностей между Яндексом и нашими партнерами, кроме как вставление ежемесячного счета, акты, прям, ну, это совершенно стандартный набор документов, я... их нет, очевидно. Я хочу добавить, что вот, ну, с GetTax все гораздо проще, мы с удовольствием работаем с институтными предпринимателями, собственно, кроме создания ИП, лицензии на вождение, и, соответственно, чтобы класс автомобиля соответствовал нашим требованиям, больше никаких дополнительных требований не существует. Они подключаются абсолютно так же, никаких дополнительных затрат это не нужно. А проблем с отчетностью? А там все автоматизировано, мы видим все его поездки, все время, вся стоимость, то есть у нас это все есть в форме онлайн-отчетов, может, в момент открыть, посмотреть. Соответственно, раз в месяц эта вся информация собирается, подбивается, и никаких проблем. Вот это и есть в итоге технологии. Александр спрашивает, водитель подключен, ну, я так понимаю, ситуацию он рассказывает, водитель подключен двум партнерам Яндекса, в одном приходит куча заказов, а в другом совсем мало. Почему так? Скажу, это, к сожалению, это сильно зависит от программного распечения партнера Яндекса. И это программное распечение разное, оно по-разному, с разной скоростью вообще реагирует на эти заказы, с разной скоростью доставляет на борт, на борт, отображается на экранах водителей, чтобы они имели возможность согласиться или нет с приемкой заказов. Ну, дело в том, что Яндекс, он для того, чтобы максимально ускорить, то есть можно послать водителю, который самый ближайший, но это, к сожалению, не всегда самый быстрый, кто может доехать, поэтому мы посылаем нескольким водителям в округе, и кто первый принял заказ, того и тапки. К сожалению, системы хромают. Сами таксопарки и диспетчерские про это знают, у них есть вся статистика, они могут видеть, насколько они, например, отстают. А вот эти системы, это плод труда или плод фантазии? Кого? Таксопарка самого? То есть местные программисты создают какие-то системы или что это? Приблизительно так. Обычно, да, обычно какой-нибудь такой умный таксопарк вывезал какую-то программу, и потом это выделяют либо в отдельный бизнес и начинают уже продавать другим ребятам. Вот, кстати, история примерно так складывается обычно, да. Николай, я так понимаю, опять помните, первый его звонок, он говорил, неплохо было бы Яндекс создать некую объединяющую, я так понимаю, вот об этом как раз и шел речь. Нет такой задумки? Сейчас объясню, значит, вообще до того, как появилось Яндекс.Такси, было очень-очень много попыток создать аналогичный сервис. В чем была проблема? Таксопарки, такой немножко другой бизнес, они не верили никому. Там дело в том, что есть страх, что завтра, например, Яндекс возьмет, откроет номер телефона 222-3322, и это абсолютно прямая конкуренция их бизнесу. Ну, то есть гипотетически это вот такой агрегатор. Поэтому, признаюсь, там, наверное, наша репутация как достаточно нейтрального партнера, который не рушит чужие бизнесы в интернете, помогла нам собрать столько таксопарков, фактически, и нам поверили. Поэтому в случае, если мы начнем хоть как-нибудь навязывать свои решения, как-то вмешиваться в бизнес таксопарков напрямую, это не в куда. Поэтому мы пытаемся не регулировать тарифы, ничего. Мы даем заказы, главное, чтобы они исполняли, и минимальный, ну, некий набор требований к качеству. Это, конечно. Но если у него программа обеспечения А или Б, это на качество никак не влияет. Это уже дело самого бизнеса, что использовать. Я понял. Катя, смотри, вопрос по улучшению функционала. Наш слушатель задает такое. Дело в том, что я часто использую такси, езжу на работу, и для меня было бы очень удобно иметь возможность планировать на неделю, например, свой график. Будет ли такое в дальнейшем в вашем сервисе? Ну, хочу сказать, что если будет много запросов на такой сервис, то, конечно, мы можем доработать под запрос. Но пока я первый раз слышу, что есть необходимость планировать на неделю. Я понял. Так, давайте еще один вопрос. Сколько стоит, по-моему, отвечали, но, видимо, с запозданием просто подсоединился наш слушатель. Сколько стоит примерно подключение к Яндексу, ну и, соответственно, к GetTaxi? Имею в виду ПО, то бишь, видимо, программное обеспечение, да? Подключение стоит бесплатно. Ну, в случае, GetTaxi программное обеспечение не нужно, и, по-моему, у вас тоже все бесплатно. Сервис партнера подключается абсолютно бесплатно. Ну, нужно провести некие действия, которые требуют телодрожения. Ну, то есть никаких взносов, никаких там депозитов, да? Без срочек. Более того, сервис Яндекс.Такси первые 9 месяцев работал абсолютно бесплатно для партнеров. Заказы стоили бесплатно. То есть 35 рублей вы не брали? Не брали, даже больше практически 10 месяцев. То есть пока сервис не встал на ноги, пока не исправились все ошибки, пока партнеры действительно не поверили, что это удобно. Что это работает? Ну, мы поскольку с международного рынка пришли, у нас уже все отработано было. Вот, кстати, давайте о международном рынке. Я каждый раз практически в этой программе гости разные, бизнесы разные, а фраза примерно одна и та же. Это все с запада? Это все загнивающий запад нам идейки подбрасывает? Или все-таки мы каким-то образом сами кумекаем? Кать? Нет, ну сама идея, она когда-то пришла к основателям компании, когда он пытался заказать такси, по-моему, в Нью-Йорке, если я не ошибаюсь, до аэропорта. И также звонил до бесконечности в диспетчерскую. Нужно было срочно успеть. И при этом непонятно было, где находится машина. Вот тогда и пришла идея, что было бы здорово, если ты можешь достать просто там свое устройство и посмотреть, где находится машина, чтобы не звонить постоянно оператору, не спрашивать там долго ли еще ждать. Но вообще аналогичные сервисы, они и в мире были. В Германии когда-то появился похожий сервис. Что касается GetTaxi, то изначально программа была разработана в Израиле, опробована там, затем пришла в Россию, в Лондон, и недавно мы открыли Нью-Йорк. При этом приложение, да, оно может работать. Транснациональное. Да, да, и приложение, которое у вас в России, оно может спокойно работать в любом из этих городов. А, даже так? Да, при том на русском языке вы просто меняете локейшн у себя в программе. Роуминг не оплачивается никакой там? Ну, он подсоединяется к местному оператору. Понятно. Дело в том, что если говорить про... Ну, кому пришла там первая идея, это такая история. Ну, это не суть важно, конечно. Это не суть важно. На самом деле, если говорить про успешность сервиса, ну, успешность сервиса изменяется аудитория, количество заказов, то на самом деле это интересная история, что в мире есть, к сожалению, всего лишь, то есть, может быть, еще четыре сервиса, которые с точки зрения бизнеса, количество заказов успешное. В Лондоне есть Hilo, в Германии есть MyTaxi. Там в Америке есть Uber. Ну, в общем, их можно пересчитать на пальцах рук. Не везде получается одновременно собрать достаточное количество машин и одновременно привлечь. А вот там есть проблема курица-яйца, когда у вас мало заказов, вас не верят много, большой, конечно, таксопарков. И мы сейчас выполняем 35 тысяч заказов в неделю, а в пятницу это до 10 тысяч заказов, даже больше. Это такого типа бизнесов в мире сейчас меньше, ну, 5, наверное. То есть, вот по таким объемам. Ну, мне как раз интересно, да, ну, очевидно, что этот бизнес целесообразен. А почему в мире он не получает распространение? Просто где-то он не нужен, да, по известным причинам. С точки кристаллизации должно срастись очень много, много факторов разных. Вот сейчас, значит, то, что в Москве срослось, да? Значит, нужно, чтобы пришло много машин одновременно и способ доставить приложение большой аудитории. То есть, у нас сейчас только по России 600 тысяч установок только мобильных приложений. Ну, здесь исторически, на самом деле, культурные и законодательные вещи очень сильно влияют. То есть, в каждой стране там своя специфика. Франциско профсоюзно. Да, профсоюз, Санта. Ну, все это очень интересно, друзья. К сожалению, время закончилось, и я вынужден просто попрощаться. Спасибо Екатерине, спасибо Тиграну, спасибо, уважаемые слушатели. Всего хорошего, успехов в бизнесе. До свидания.